Полиция задержала еще одного участника организованной преступной группировки. Ее члены входили в состав одной из патриотических организаций города. Свою гражданскую позицию задержанные выражали не только на митингах. На их счету было два разбойных нападения. Преступники маскировались под правоохранителей. В седьмом месяце этого года выехать на задержание человека, иностранца, в форме, в масках, оружие, по-моему, два, сделанные под АКМСУ, находились постоянно в масках. Человек восемь, может быть, семь было. То есть здесь не пахнет ни патриотизм, ни какими другими ситуациями, здесь просто криминал. Сколько человек было с вами? Человек семь по форме. В какой форме они были? Черный, балаклава. Сколько было оружия, сколько? Два автомата витома. Вы вступили в эту общественную организацию? Да. Какие основные задачи в этой организации? Ну, я не знаю, насколько я был витомлен, это общественные работы. В ходе обысков были изъяты несколько комплектов различной формы, шевроны и поддельное удостоверение. Кроме того, правоохранители обнаружили огнестрельное и холодное оружие. В ходе следствия было установлено, что вказаны особи скояли разбийные напады под выглядом работников Службы безопасности Украины. В ходе проведенных оперативно-розшуковых заходов, оперативниками были установлены особи злоумисленников и затриманных. Было сообщено о подозрении указанного злочинного чергового фигуранта указанной справы. Автомобиль, на котором передвигали злоумисленники, уже попадал в поле зрения полиции. В сентябре правоохранители его обыскивали на парковке одного из торговых центров города. Тогда его владелец, общественный активист Андрей Сидоренко, напрочь отрицал факт использования автомобиля третьими лицами. Полиция подозревала, что на этом авто были совершены разбойные нападения на иностранцев. У одного из них даже якобы забрали автомобиль.